Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал АМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал АМАРКЕТС с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим аналитический контент по разным группам финансовых активов, вам в помощь даем информацию для принятия торговых решений. Ну что ж, сегодня первый день, когда действительно на повестке в рамках недели есть отчеты, на которые стоит обратить внимание, что мы собственно и сделаем. Сегодня в 11.00 по московскому времени состоится заседание ОПЕК, которое будет иметь очень большое влияние на дальнейшую динамику Brent и WTI. Нефть в списке тех инструментов, за которыми мы следим, поэтому этот отчет важен, безусловно, для нас так же, как и для всех трейдеров, которые также уделяют нефти большое количество внимания. В 17.00 выйдет релиз ASM в сфере услуг США. Тоже очень много будет зависеть от этого отчета, потому что некоторое время назад руководство американского регулятора дало нам понять, что будущее решение по процентной ставке будет зависеть от качества и силы последующих макроэкономических отчетов. И еще один релиз под закрытие торговой сессии – это данные по запасам нефти США, которые в последние две недели оказывали тоже влияние на котировки черного золота и становились причиной движения, как минимум, там в диапазоне от двух до четырех процентов. Нефть, безусловно, очень волатильна сейчас, поэтому, если история повторится, я думаю, что и под закрытие торговой сессии еще на дрожжах, скажем так, в виде заседания ОПЕК, нефть может удивить движениями. Вчерашняя торговая сессия, безусловно, в центре внимания трейдеров был визит лидера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Причем изначально это событие расценивали как тот самый инфоповод, который до невозможности ухудшит отношения между США и Китаем, поскольку власть Китая еще до визита Нэн Пелоси давали понять, что ее прилет будет фактически нарушением принципа единого Китая, будет расценен как нарушение суверенитета, посягательство на внутренние дела и, в общем, будет что-то страшное. В частности, пригрозили очень тяжелыми, жесткими, катастрофическими последствиями для самого Тайваня и немного другая формулировка жесткими тоже, но не в такой степени последствиями для США. Что это может быть, я не знаю, но власти Китая допускали даже какое-то проявление военного конфликта, военной агрессии, что, мне кажется, было каким-то импульсивным заявлением и, в итоге, да, повысило накал страстей и заставило участников рынка вообще следить за фактом физического перелета Пелоси на Тайвань. Ну, слава богу, все закончилось пока что на текущий момент нормально, ничего не произошло, никаких инцидентов. Есть только факт того, что напряженность в странах между странами в отношениях усилилась, и для нас это, конечно же, еще одна фундаментальная возможность, которую мы можем использовать, чтобы подсветить интерес к защитным инструментам. Вчера, кстати, очень активно распродавались рисковые активы, а вот доллар, на который мы ранее делали ставку, напротив упрощил свои оппозиции. Сейчас индекс американского доллара котируется уже в районе 106 пунктов, это уже не минимумы, которые мы видели два дня назад. А сегодня, как я уже отметил, выйдет отчет АСМ в сфере услуг, который имеет большое значение. Напомню, что власти США, что Федрезерв, что Министерство финансов по-прежнему уверены, что американская экономика еще не вступила в рецессию, потому что не может быть рецессии в экономике, которая опирается на сильный рынок труда и в которой прогрессируют все основные сектора экономики. Но здесь вот, опять же, хочется поставить на паузу и разложить по полочкам все вот эти комментарии представителей, что Джанет Йеллен, что Джерома Паула, и спросить, где же они увидели прогресс на рынке недвижимости, где продажи домов сокращаются, что является реакцией на более высокие ставки заимствования и рост стоимости ипотечного кредитования, промышленный сектор, который мы анализировали в понедельник, спад с 52,7 до 52,2. Да, это значение еще выше 50 и вроде как не зона стагнации, но все начинается ведь с последнего снижения и при такой динамике промышленный сектор США тоже может уйти в зону ниже 50, в зону спада и подтвердить, опять же, условия рецессии в американской экономике. Поэтому, друзья, сегодня давайте внимательно попробуем проанализировать отчет АСМ в сфере услуг. Если он, соответственно, разочарует, то я думаю, что уже будет грех отпираться и не признавать, что рецессия в американской экономике наступила. Повлияет ли это на решение американского регулятора? Затормозит ли он с ростом процентных ставок? Я почти уверен, что нет. Потому что отношусь к тем трейдерам, которые сейчас анализируют данные, независимо от их характера, хорошие или плохие они выходят, как все равно условия для принятия решения по росту процентной ставки. Потому что здесь логика простая у меня. Если выходят хорошие данные, это увеличивает пространство для маневров и дает ему больше решительности, что ли, в принятии решения по агрессивному ужесточению монетарной политики. Если выходит статистика, которая разочаровывает, то, соответственно, американский регулятор осознает, что одна из основных причин, из-за которых ухудшились экономические условия внутри страны, это рост инфляции. И нужно решать эту проблему, каким образом ужесточая монетарную политику. Я сторонник того, что до конца этого года еще трижды ставка будет повышена в сентябре, то есть в ноябре и в декабре. И, кстати, эксперты МОДИС со мной согласны. Они так же, как и я, ожидают, что ставка американского регулятора к концу этого года достигнет 3,75% и, возможно, к марту следующего года превысит 4%. После заседания ФРС снова начался цикл комментариев голосующих членов американского регулятора. Вчера выступил Эванс, который поддержал идею повышения ставки на 75 байсных пунктов в сентябре, за что ему большое спасибо, потому что, возможно, этот комментарий тоже внес свою лепту в рост индекса американского доллара. Рынок нефти 100 долларов за баррель. Решение ОПЕК большое значение имеет для рынка. Я думаю, что на фоне именно проблем в Китае с промышленным сектором, Китай – это второй повышенный потребитель углеводородов, на фоне роста нефтепроизводства в Ливии и на фоне снижения котировок Brent и WTI, которые мы наблюдали в последние дни, ОПЕК не станет согласовывать более высокий уровень нефтедобычи, а предпочтет подождать и последить за развитием событий. И добавляю к этому еще комментарий, что по мнению ОПЕК в июльском прогнозе их означало, что они ожидают дефицита на рынке нефти более чем в 1 млн баррелей в сутки. И если этот дефицит сохранится без дополнительного уровня нефтедобычи и дополнительного роста производства в странах ОПЕК+, это точно произойдет, у котировок будет хорошая возможность обновить локальные максимумы и прорваться, друзья, выше 105 долларов за баррель. Европейская валюта снижается, как мы и ожидали, 1.01.84. Сейчас лоу был в районе 1.01.50. Ждем паритет. Австралийцы против доллара после вчерашнего решения по процентной ставке ее повысили на 0.5 с 1.35 до 1.85. Первая реакция распродажи. Но я думаю, что рынок немного перемудрил, потому что Резервный банк Австралии повысил ставку и дал понять, что будет повышать ее дальше. На этом можно, друзья, немного вырасти. Поэтому я рекомендую с текущих уровней 0.69.30 брать с целями 0.70, 0.70, 0.50. Это такая краткосрочная сделка. И по золоту, конечно же, пока что держим лонг. Вчера был максимум 1787. Наша цель по-прежнему увидеть 1800 к концу этой недели. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok